На базе, расположенной в районе ЦИМ посёлка, уголь отпускает только производственным предприятиям и крестьянским хозяйствам, которые заключили договор на поставку. Дело в том, что твёрдое топливо из Шубарколи, несмотря на предоплату, поступает с большой задержкой. ВИПМ говорят, что ситуация с вагонами обычно нормализуется только после публикации в СМИ. Из-за нехватки вагонов не можем запастись углём. Все возмущаются, жители частного сектора каждый день звонят, но мы не можем ответить им, будет ли сегодня уголь или нет, так как поставки зависят не от нас. О нехватке вагонов знают и в областном окемате, и в профильном министерстве. Всё, что необходимо, от нас мы сделали, деньги перечислили. Жительница микрорайона Курсай Пердегуль-Батырколова, который день не может дождаться отгрузки угля. Многодетная мать сегодня топит дом дровами. Подключиться к природному газу или запастись углём летом Пердегуль не может. Нет лишних денег. Мизерного пособия едва хватает на продукты и оплату коммунальных услуг. Вчера приходила и сегодня опять пришла. Говорят, угля не будет. Вагоны с углём ждёт и у Байдула Лакимов. До этого он завёз крестьянам, занимающимся тепличным хозяйством, тысячу тонн твёрдого топлива. Остальную тонну он ждёт уже вторую неделю. От поставки угля зависит не только благополучие моей семьи, но и судьба крестьян. Все они уже посадили рассаду. Если уголь не завезём, то все молодые ростки погибнут. И крестьяне понесут значительные убытки. От поставки вагонов зависит и доход водителей, которые занимаются перевозкой. Если запасов твёрдого топлива будет много, то какая-то часть перепадёт нам, говорят они. Такая проблема сложилась с начала года. Любопытный факт сразу после выхода материала в эфир телекомпании «Отрар-ТВ» 18 января. В Шымкенте пришли долгожданные вагоны с углём. Не прошло и месяца, как ситуация вновь повторяется. Шинар Уразова, Марат Давлетов, Камила Сайфулина, информационная служба телекомпании «Отрар».